А вот еще одна история. Все мы знаем, что Наполеон Бонапарт был выдающимся европейским полководцем и правителем. Но мало кто знает, сколько еще любопытных сюжетов и явлений связано с именем Наполеона. Например, Наполеон был любителем математики. Его имя носит геометрическая задача на построение с помощью циркуля. В этой задаче дана окружность и ее центр. И нужно разделить эту окружность на четыре равные дуги с помощью только лишь циркуля. Также в геометрии известны и теоремы Наполеона, согласно которой, если на каждой стороне произвольного треугольника построить по равностороннему треугольнику, то треугольник с вершинами в центрах равносторонних треугольников тоже равносторонний. Однако точных сведений об авторстве императора Наполеона в этом случае нет. Во Франции и Италии есть известный слоеный торт с масляно-заварным кремом или вареньем – мельфей, что в переводе означает «тысячу листьев». Однако в России и странах бывшего СССР он известен как торт Наполеона. Согласно одной из версий, в 1912 году, когда в Российской империи шла подготовка к празднованию столетия победы в Отечественной войне над Наполеоном Бонапартом, поварам удалось придумать обновленное пирожное, необычное, нежное, тающее во рту, которое так и стали называть «Наполеон». Также именем полководца назван алкогольный напиток – коньяк французской фирмы «Курвуазье». Компания была создана еще в 1809 году. Место производства коньяка в 1811 году посетил император Наполеон Бонапарт, который высоко оценил качество напитка. По легенде, когда Наполеона отправляли в ссылку на остров Святой Елены, он взял с собой на корабль несколько бочек коньяка этой фирмы. Английские офицеры, сопровождавшие императора, тоже оценили по достоинству этот напиток и дали ему название «Коньяк Наполеона».